Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел интересный вопрос, что лучше читать детям? Дорогие православные христиане, не крадите у детей детство, через сказки они познают мир. Сказки учат их тому, что со временем научат Евангелие, но пока что эти евангельские ценности передаются через сказки, через понятные образы, где абсолютное добро, абсолютное зло. Не вот этих популярных в современных фильмах и мультфильмах для детей, ситуация, когда, ну, понимаете, не все так однозначно. В добрых героях может быть что-то злое, а в злых и отвратительных что-то хорошее. Не осуждаете никого. Нельзя маленьким детям вкладывать в умы вот эту относительность истины. Добро это не приведет. Истина абсолютно. Вот. Черное зло, белое, добро. Никаких полутонов. Возрослеют, поймут, и тогда поймут, когда это принесет пользу, а не разрушит фундамент дома, на котором еще только строят свое мировоззрение. Поэтому «Жития святых» читайте в детской редакции. Есть издательства, которые издают «Жития святых» для детей. И обратите внимание на возраст. И не забывайте про сказки. Самые простые, самые хорошие. Наши традиционные русские сказки. Конечно, они в оригинале Афанасьева. Это много чего интересного вы знаете, чего вы не знали до этого. Цензурированные. И, конечно же, сказки Андерсена, которые христианские по сути своей. Мы, как раз мы, дети советского периода, да и вы, наши родители, читали их в цензурированном варианте. Ту же «Снежную королеву». Кто из вас знает, что Герда читала «Отче наш» для того, чтобы спасти Кая? Кто знает, что троллят проброст бесов на самом деле? Читайте. Объясняйте настолько, насколько это возможно, если детки уже подросли. И, конечно же, книга всех времен и народов, которая говорит о Христе максимально близко к евангельскому повествованию. Это «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза-Льюиса. Можете перед сном читать эту книгу. Там их много. Этих сказок, повестей. Думаю, вам на полгода точно хватит. А потом можно будет и фильм посмотреть, но не наоборот, не в обратном порядке. Хуже не будет, но пусть фантазия ребенка сама работает, а не использует уже приготовленные для него кадры. Фильм книжку не испортил, ни первую, ни вторую, ни третью. Жалко, что они не досняли остальные четыре. Но, может быть, когда-нибудь за это кто-то возьмется. Хотя, кстати, есть еще старые-старые фильмы, снятые по этим произведениям. Может быть, их посмотреть. Ну, пока читайте. У ребенка должны быть простые, понятные образы. Он должен слышать о том, как история замечательная, всегда оканчивается победой добра, а не каким-то условным перемирием, каждый из которых остается на своих позициях. Во всех современных детских подростковых фильмах зло побеждается неокончательно и воскрешает снова, потому что надо же снять сиквел. И вот эта погоня за большими деньгами несколько деструктивно влияет на психику детей. Последние кадры всегда пух-то, злодей оказывается не сильно-то и добит. Так вроде бы все хорошо, добро победило, пах, что-то там не добилось. Ну, не надо. Не надо такие идеи вкладывать в умы наших дошкольников и школьников. Так что и сказка-место. Сказка-ложь давнее урок. Нет, намек. Добрый молодцы урок. И жители святых тоже хороши. Ребенок должен знать, что такое хорошо, что такое плохо, без всяких полутонов. И чтобы у него было счастливое, радостное детство. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Смотрите продолжение в следующей серии. Спасибо. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует...